Блин, сейчас у меня мысль, мысль, сейчас я ее построил и расстроил. Ребят, всем привет! В этом видео я хочу с вами поделиться своим личным мнением о том, какие недостатки все-таки бывают в Канаде, несмотря на всю ее красоту. И сейчас вы посмотрите на вид сзади меня и скажете, неужели при такой природе, при такой красоте этой страны можно еще на что-то жаловаться? Однако да, сразу скажу, что, конечно, когда вы приезжаете сначала в страну, все кажется, оно действительно кажется очень все идеально. То есть ты думаешь, ну неужели так это действительность? Однако потом ты со временем начинаешь понимать, что все-таки присутствуют какие-то недостатки. И я бы сказал, что это нормально, нормально для любой страны, потому что не может быть идеальных стран. Даже самые лучшие страны, Канада входит в список, там, наверное, в топ-10 или в топ-5 лучших стран для жизни в мире, все равно будут присутствовать какие-то недостатки, потому что люди, они везде одинаковые. У них везде присутствуют какие-то свои недостатки, какие-то склонности не очень хорошие и так далее. Но тем не менее, Канада может похвастаться хорошим уровнем жизни и в целом очень спокойной и безопасной жизнью. Сразу скажу для особо рьяных комментаторов, что я не собираюсь никак очернять Канаду. И я абсолютно люблю эту страну, мне здесь очень комфортно живется. И все те пункты, о которых я буду сегодня рассказывать, это мои наблюдения. Но ни один из этих пунктов не отравляет мне жизнь в Канаде. И я не ищу никаких оправданий для того, чтобы уехать из Канады, или почему здесь плохо, а где в какой-то стране лучше. Нет, все эти пункты это просто наблюдения мои и тех людей, которые здесь живут. Поэтому давайте поговорим о них, а потом уже в конце я подведу резюме. Итак, первый пункт, о котором я хочу поговорить, это плотный рынок труда и очень конкурентная среда, в которой вы будете работать. Действительно так, Канада старается принять лучших людей со всего мира, делать тщательный отбор, кто сюда приезжает. И поэтому, живя в Канаде, вы ощутите то, что работу найти достаточно непросто из-за того, что достаточно большое количество людей хочет работать на высококвалифицированных, высокооплачиваемых работах. В Канаде является стандартом поиск работы от 3 до 6 месяцев. Об этом говорят все специалисты по подбору персонала. И вы будете это тоже ощущать на себе. Конечно же, вы можете найти работу и быстрее. Бывают люди находят и за неделю, и за две, в зависимости от того, в каком городе вы живете и какая у вас профессия. Но в целом, при поиске работы вы ощутите, что вы должны обладать очень высокими квалификациями, знаниями, сертификатами и всем прочим, для того, чтобы быстро влиться в рабочий рынок и, собственно, найти хорошую высокооплачиваемую работу. С одной стороны, это может являться отрицательным моментом для вновь прибывших людей, которым нужно адаптироваться, влиться в жизнь канадскую. С другой стороны, если вы уже вливаетесь, то это для вас будет плюс, потому что если вы выигрываете конкуренцию у других специалистов, значит вы будете хорошо жить, хорошо зарабатывать и позволять себе очень высокий уровень жизни. Второй негативный момент, который я лично наблюдаю, и мне пока что так кажется, это медицинский вопрос. Все, наверное, знают про то, что медицина в Канаде достаточно спорный вопрос. С одной стороны, кто-то говорит, что она и плохая, и очень дорогие лекарства, и очень долго ждать очереди порой на операции. Люди иногда ждут год-два на операции. Конечно, если это не угрожает жизни, то можно очень долго ждать. Также бывают большие очереди в клиниках, и для того, чтобы попасть на какое-то серьезное обследование или серьезную диагностику, вам нужно пройти очень несколько раз, посетить family doctor и доказать, что вам эта диагностика нужна. Однако есть люди, которые, наоборот, говорят, что медицина в Канаде очень хорошая, высококачественная, и я могу с этим тоже согласиться, потому что люди здесь живут очень долго, и я знаю очень много случаев, когда людей после критических состояний для жизни, скажем там, или рак, или инсульты, или инфаркты, медицинская система очень хорошо людей продлевает им жизнь, восстанавливает, и люди после этих случаев живут еще десятки лет. Поэтому это очень спорный момент, кто как сталкивается, иногда люди сталкиваются с плохим сервисом в медицинской отрасли, но я могу сказать, что пока что мы не ощутили очень много негатива в этом плане, тем не менее, такой момент тоже есть. Пункт номер три, который, наверное, не понравится многим, и я не могу здесь найти позитива, это достаточно большая доступность наркотиков и легких наркотиков, в том числе марихуаны. Я уже записывал отдельное видео по легализации марихуаны в Канаде. Действительно, Канада является одной из немногих стран, в которой будет полная легализация марихуаны, и действительно, наркотики здесь доступны, начиная со школы. Как говорят люди, которые здесь долго живут, практически не бывает подростка, к сожалению, я не знаю на 100% это или нет, который не попробует какой-либо наркотик, легкий, нелегкий, во время обучения в школе. Здесь многие скажут, что почему, почему такое бывает. Ну, во-первых, потому что здесь высокий уровень достатка у людей, у детей есть деньги, да, и в то же время полиция как-то с этим старается бороться, но здесь очень такие достаточно мягкие меры борьбы с этим. Тем не менее, существует очень много драг-дилеров, и их можно встретить, и любой подросток, если он захочет, он всегда найдет то, что он захочет. Вот, это негативный момент, я с этим никак не могу согласиться, и меня это тревожит как отца, вот, но посмотрим, как это будет продолжаться. И я думаю, что все зависит, конечно, от воспитания детей, от того, от той обстановки, которая царит дома, и как родители прививают какие ценности своему ребенку. Пункт номер четыре – это недвижимость. Очень многие знают, и это не секрет, что недвижимость в Канаде очень дорогая, одна из самых, наверное, дорогих в мире. Например, Ванкувер является вообще одним из самых дорогих в мире городов, наверное, входит в топ-3 самых дорогих городов по недвижимости, по стоимости недвижимости. И здесь высокие налоги на недвижимость, здесь достаточно высокие коммунальные платежи, как это здесь называется, utilities. И далеко не все люди даже могут себе позволить купить дом или взять его в ипотеку, потому что порой не хватает зарплаты на то, чтобы покрывать все расходы по недвижимости. Также, что касается недвижимости, это то, что если вы сюда только приезжаете, то, скорее всего, вы будете снимать недорогое жилье. И здесь это называется… Есть специальные огромные дома, в которых все практически квартиры сдаются в аренду или в рент, и они даже и называются рентовки. Квартиры в таких домах, я бы не сказал, что они очень комфортные, они достаточно маленькие, и очень часто в таких домах ты себя ощущаешь, как в каком-то недорогом мотеле, то есть такие длинные узкие коридоры, не очень светлые, и идет куча по бокам, куча дверей с небольшими квартирками. Вот. Но это все временно, и я уверен, что люди там долго не задерживаются, всегда повышается уровень дохода, и вы переезжаете в более лучшее жилье. Тем не менее, такой факт тоже присутствует в Канаде. Пункт номер пять. Это дорогая стоимость мобильной связи, интернета, авиаперелетов. Я, по крайней мере, для себя отметил три этих пункта, потому что действительно в сравнении с другими странами, я уже не говорю про сравнение России или Украины, даже в сравнении с США, в Канаде достаточно дорогая мобильная связь. В данный момент мы платим за наши мобильные, три мобильные телефона около 170 долларов в месяц. За интернет мы платим примерно 85 долларов в месяц. Я считаю, что это достаточно дорого, сравнивая с тем качеством услуг, которое предоставляется, оно не всегда идеальное, и очень многие люди жалуются на то, что практически невозможно найти что-то намного дешевле. Да, действительно, есть более дешевый оператор, однако это не в два и не в три раза дешевле, это, может быть, будет процентов только на 30 дешевле. То же самое касается авиаперелетов. В Канаде рынок авиаперевозок достаточно монополизированный, поделен между, насколько мне помнится, всего двумя компаниями. Это WestJet и Air Canada. Поэтому эти компании достаточно сильно регулируют цены на авиаперелеты, и, допустим, цена на перелет в Ванкувер будет иногда дороже, чем, допустим, слетать в Майами или в Хьюстон в США. Вот, поэтому это тоже один из негативных моментов. Но, тем не менее, люди активно пользуются самолетами и приходится тратить много денег. Еще один негативный момент, который может показаться немного странным, но тем не менее он присутствует. Это климат. Не всех устраивает канадский климат, но он очень разный. Я могу вам честно сказать, что климат в Калгари очень сильно отличается от такого же в Ванкувере или в Торонто. И тут, скорее, нужно выбирать каждому по предпочтениям. Кому-то подходит более сухой воздух, тогда вам лучше ехать в Альберту с ее очень сухим воздухом. Если вы любите более влажный климат, для вас подойдут больше атлантические провинции, Торонто или Квебек, Антарио или Квебек. Ну или если вы любите очень мягкую зиму, что-то похожее на питерский климат, тогда вам лучше ехать в Ванкувер, где практически нет ярко выраженной зимы, очень мало снега, тем не менее много дождей зимой, пасмурная погода, немного депрессивное состояние, как некоторые говорят. Но тем не менее такой присутствует. Но, наверное, этим Канада и хороша, что можно выбрать абсолютно разные климатические для себя условия. Но если мы говорим о Калгари, то здесь достаточно длинная зима. Она точно длится 6 месяцев, может быть и больше даже. Достаточно короткое и не жаркое лето. То есть максимум, что у нас бывает летом, это 30-32 градуса. Тем не менее, здесь практически нет весны и осени, к которой мы привыкли в наших странах. Вот, поэтому это тоже немаловажный аспект, который нужно учитывать при эмиграции. И взвешивайте все за и против при принятии ваших решений. Пункт номер 7, который тоже может не нравиться многим, и в том числе не нравится мне, это чрезмерная толерантность общества. И определенно даже мягкотелось в принятии каких-то ответственных решений. Поскольку люди в Канаде не привыкли к каким-то конфликтам, стрессам и активному противостоянию, очень часто люди занимают мягкую позицию для того, чтобы просто не конфликтовать. Я очень часто наблюдал ситуации, когда какая-то небольшая маленькая группа людей будет очень активно отстаивать свои интересы, и власти примут их точку зрения, и тем не менее она может идти в разрез большинства, но тем не менее так будет. Примется какой-то закон или так далее. Краткий пример, о чем я сейчас говорю. Например, это я недавно записывал видео о том, что было противостояние Британской Колумбии и Альберты по строительству нефтепровода из Альберты в Британскую Колумбию. И там небольшая группа активистов была против строительства этой трубы, хотя это национальный проект и принес бы миллиарды долларов в государственный бюджет, однако отстаивали интересы этой группы людей, и политики в итоге заняли их позицию, и труба сейчас не строится. И еще один пример, когда определенная небольшая группа людей пытается отстаивать позицию, что не существует двух полов, допустим, людей, нету только мужчин и женщин, есть еще средний пол, неопределенный пол. Я, честно говоря, не могу этого понять, потому что уже существуют прецеденты, когда родители не называют своего ребенка он или она, а называют они. Честно, непонятно, как вообще такое существует в природе, потому что биология есть, биология нас, природа создала определенным полом, и в животном мире, и в человеческом мире существует два пола. Но это моя личная позиция, не будем на эту тему углубляться, это просто пример того, как небольшая группа людей может отстоять свои интересы, и она будет распространяться на все общество. Пункт номер 8, который покажется очень неприятным многим тем, кто недавно приехал в Канаду, это достаточно дорогие услуги. Ручной труд и человеческий труд в Канаде оплачиваются достаточно высоко, и поэтому, сталкиваясь с какими-то специалистами, к примеру, мелкий ремонт по дому, сделать кран или починить что-то, вот такие небольшие услуги, они могут стоить достаточно дорого. Это может быть несколько сотен долларов за те услуги, которые вы считаете, что здесь практически ничего делать. Или, допустим, недавно мы записывали с Олесей видео, Олеся рассказывала о стоимости услуг по стилю. Это покраска, стрижка, какие-то женские услуги, депиляция и так далее. Все это тоже стоит недешево, и поэтому поначалу это очень непривычно. Также вы можете удивиться стоимости ремонта автомобилей. В среднем стоимость часа ремонта автомобиля стоит около 100 долларов, поэтому даже небольшой ремонт может вылиться в 300-400-500 долларов с учетом деталей и всей работы. Пункт номер 9, который вы тоже можете заметить, и он вам может не понравиться в Канаде, это то, что здесь вы очень часто можете столкнуться с ситуацией, когда люди вам покажутся абсолютно неискренними. Они могут вам улыбаться, говорить, какие вы хорошие и так далее, но на самом деле они будут считать абсолютно по-другому. И очень часто даже, когда ты хочешь откровенно поговорить с человеком, он, скорее всего, это не будет делать, если только вы не близкие друзья или родственники. Потому что, опять же, никто не хочет открыто выражать прям свою точку зрения и делать неприятно кому-то другому. Здесь люди привыкли к тому, что все должно быть комфортно, очень расслаблено и так далее. Поэтому не рассчитывайте на то, что вам всегда будет говорить прямо правду лицо, так как к этому привыкли многие наши иммигранты. И зачастую прямота и напор, свойственным людям из постсоветского пространства, может сказать, сыграть с ними злую шутку, особенно если вы устраиваетесь на работу или пытаетесь как-то вести бизнес. Поэтому здесь нужно быть аккуратными. Друзья, ну и последний, десятый пункт, который может многим не понравиться в Канаде – это налоги. Первое – это то, что налоги не включены в стоимость товаров и услуг, которые вы всегда видите в магазинах, продукты и так далее. То есть вы, покупая что-то, вы доплачиваете налоги больше сверху. То есть на стенде будет цена 10 долларов, но приплюсуйте еще от 10 до 15% налогов, и вы еще доплатите больше в чеке по факту. Это не так актуально и не так больно в Альберте, где налоги на продажу составляют всего 5%. Однако, допустим, в Антарио, где налог на продажу составляет 13%, это достаточно чувствительно. И покупая что-то дорогостоящее, скажем, машину или недвижимость, или дом, вы доплачиваете еще несколько десятков или сотен тысяч долларов сверху к той цене, которая вам была озвучена. Ну и второй пункт насчет налогов – это то, что вы будете платить очень много налогов с вашего дохода. Зарабатывая больше, вы больше платите. У меня есть отдельное видео на тему налогов. У нас прогрессивная шкала налогообложения, и зарабатывая больше 80 или 100 тысяч долларов, вы будете приближаться к 40 или 50% налогов с вашего дохода. Однако, это с одной стороны негативный пункт, с другой стороны позитивный, потому что все то, что мы любим в Канаде и за что мы ее любим, собственно, сделано на налоги людей, которые их платят. И поэтому это ваше, так сказать, соглашение и социальный договор с государством, что вы платите много налогов, но вы пользуетесь теми благами, которые существуют в этом государстве. Друзья, еще раз, я этим видео ни в коем случае не стараюсь показать, какой плохой является страна Канады, как ее не очернить. Я лишь стараюсь смотреть на вещи объективным взглядом. Я не зажрался. Я просто считаю, что эти пункты каким-то образом могут кому-то не понравиться или они нам непривычны. Я все равно считаю, что страна Канада, она из самых лучших в мире. Я очень люблю эту страну и собираюсь здесь дальше продолжать жизнь, воспитывать своих детей и просто наслаждаться жизнью. Ко всему можно приспособиться, но существуют определенные компромиссы. Нет идеальных стран, нет идеальных людей. Не живите в розовых очках. Просто знайте, что есть определенные моменты, с которыми придется мириться. Ребята, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы еще не подписаны или не успели подписаться на этот канал, я призываю вас это сделать, потому что у нас много интересных видео. Мы говорим здесь об эмиграции в Канаду, о жизни в Канаду, как здесь лучше адаптироваться. Мы путешествуем, показываем разные стороны жизни, нашей лично в Канаде. Большое спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь и до скорых встреч. Я надеюсь, что мы со всеми с вами увидимся в Канаде рано или поздно. Пока-пока. Блин, стою отмахиваюсь от комаров.